итак всем привет в этом видео мы будем рассматривать проблему с приставкой sony playstation 3 это у нас фатка проблема именно касается перегрева вообще в целом приставки то есть проблема проявляется в следующем мы играем какую-то игру и где-то после какого-то определенного времени то есть изначально это может быть там полчаса час вот приставка может у нас выключаться при повторном включении когда мы заходим мультимейн мы видим что температура там порядка 80 градусов вот во время игры либо же то есть уже через какое-то время допустим меньше там проходит 5-10 минут точно также приставка выключается уходит в защиту ну вот собственно перед нами сейчас данный данный экземпляр вот чтобы проверить действительно ли это так мы сейчас запустим запустим какую-то игрушку вот сейчас смотрим заходим мы мультимейн температура сейчас кпу 63 градуса rsx 50 градусов вот ну и здесь вот есть игрушка грантуризма запускаем ее и сейчас будем смотреть как ведется приставка то есть это может пройти 5 минут и 10 минут вот вот сейчас в данный момент времени получается мы только запустили игру и уже обороты кулера приставки возросли то есть сейчас мы будем играть и я думаю пройдет 5-10 минут и вы увидите результат то есть вырубится приставка все вот собственно на этом вся игра закончилась ну что сейчас будем смотреть нашу приставочку разбирать ее вот и уже я буду смотреть что там у нас внутри что там у нас внутри итак добрались мы до платы вот собственно сейчас я будем снимать снимать ее нужно аккуратно то есть не рвать потому как чипы у нас с термопастой они скажем так как как будто подлипают к радиатору вот поэтому рвать не надо потому что вот здесь непосредственно стоит чип у нас процессора то есть если мы будем рвать вот то можем например плата у нас получается отогнется вот и могут быть оторваны там дорожки в общем это это нам вообще не надо вот поэтому берем ее аккуратно поднимаем и и стараемся вот со стороны в сторону качаем вот все легенько прокачнули и наблюдаем вот следующую картинку да действительно термопаста здесь у нас менялась термопрокладки у нас здесь есть здесь тоже есть а вот ну в общем нам нужно поменять получается термопасту уже непосредственно под самими крышками чипов то есть сейчас мы будем срезать эти крышки очищать вот эту вот старую термопасту и будем вложить новую термопасту то есть между кристаллами крышкой и также между крышкой и системой охлаждения мы сейчас будем убирать старую термопасту отсюда то есть снимаем вот да видно очень много так главное нам не потерять термопрокладки вот уже а одна у нас слетела вот здесь все здесь мы убрали теперь с самих радиаторов кто то не пожадничал очень много термопасты немножко наносим изопропилового спирта то есть обычной смывки чтобы у нас по плотности меньше стало меньше консистенции термопасты нам легче будет ее выбирать так но здесь мы убрали а теперь мы возьмем полностью снимем систему охлаждения посмотрим в каком она состоянии там есть ли пыль и грязь так но принципе видно здесь все у нас чистилась дальше мы можем снять уже целиком радиатор и почистить его по бокам потому что сюда даже затекла на бока термопаста этот у нас чистый и теперь другой смотрим точно так же вот видите здесь термопаста опять ее тоже убираем она здесь нам не нужна просто лишнее убираем так ставим все обратно теперь убедившись в том что система охлаждения у нас чистая мы можем поставить обратно кули теперь мы работаем уже с платой итак крышки мы срезали то есть срезали крышку с процессора и также сняли крышку с гпу с графики значит собственно что дальше мы сделали дальше мы убрали термопасту на кристалле процессора также на кристалле графического процессора и убрали термоклей на банках памяти опять же что хотелось бы отметить то есть срезали мы мы при постоянном подогреве фена где-то порядка двухсот градусов крышки мы подогревали потому что иначе можно повредить либо гпу либо процессор вот точно так же убирали термоклей например на банках памяти точно так же подогревали каждую из них немного феном то есть тоже где-то градусов порядка там двухсот ну это опять же температура была указана на фене так я думаю где-то ну не больше ста градусов физически значит дальше сами крышки вот они то есть видно тоже мы получается срезали по периметру крышки процессора лишний силикон вот и на крышке гпу вот тоже по периметру убрали термоклей и зачистили теперь что касается термопасты значит вообще здесь вот мы будем применять термопасту залман то есть между кристаллом чипа и самой крышкой мы будем применять залмановскую термопасту выглядит она вот таком тюбике вот а на саму крышку уже там где у нас будет крышка и радиатор мы будем применять обычную термопасту то есть это будет какая-то силиконовая вот либо КПТ тот же самый значит собственно сейчас мы сами кристаллы чипов обезжирили той же самой смывкой вот теперь получается мы берем еще для контроля протираем здесь то есть здесь уже у нас все очищено вот ну и дальше собственно сами крышки чипов тоже мы их вытерли теперь следующее что мы делаем значит здесь у нас есть ключи ключи на самих на самих крышках находятся но мы будем скажем так их соблюдать значит на процессоре ключ у нас справа внизу вот на видео чипу тоже на крышке справа внизу вот значит что мы теперь будем делать первонаперво мы возьмем нанесем сразу же термопасту на саму крышку чипа сейчас мы это будем делать и так дальше мы делаем следующее значит опять опять же смотрим термопрокладки у нас здесь на месте дальше термопрокладка на этом чипу тоже на месте крышки у нас выставлены аккуратно здесь все у нас аккуратно то есть смотрим сверху крышки мы выставили теперь дальше нам нужно получается одеть ну вставить уже плату в шасси и получается за счет того что у нас крышки не зафиксированы нам нужно не плату переворачивать а нам нужно наоборот это шасси перевернуть то есть я беру плату вот в левую руку и дальше беру получается шасси правую делаю следующим образом вот я вставил все теперь прижимаю правой рукой и переворачиваю теперь следующий этап мы аккуратно поставили плату дальше нам нужно посмотреть то есть этап теста провести подкрутить радиаторы немножко подсобрать и включить приставку сейчас этим мы и занимаемся значит здесь вот пластины прижимные их немножко мы выгнем немножко вторую точно так же выгибаем чуть-чуть и 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 так ребят касательно этой приставки которая у нас была с заменой термопасты между кристаллом и крышкой значит ну собственно вот мы играемся уже прошло 16 минут вот в принципе все работает отлично приставка тихо работает вот никаких у нас отключений ничего не происходит то есть все классно работает вот дальше будем наслаждаться игрой вот еще какое-то время мы с ней поработаем то есть поиграем вот значит кому понравилось видео ставьте лайки если у вас есть какие-то вопросы можете их оставлять в комментариях постараемся ответить ну в принципе таким вот образом мы скажем сделали профилактику самой приставки вот возможных перегревов процессора и также графического процессора то есть это уже убережет нас вот желтого или красного огня то есть ошибки улот ну и собственно теперь уже при снятых крышках можно ну даже самому вот то есть у кого есть хоть какие-то навыки там разбором там системных блоков там ноутбуков то есть то есть уже сам пользователь может спокойно менять термопасту даже даже под крышками потому что крышки у нас срезаны вот и уже раз раз в год допустим раз полтора года можно менять ее и чистить систему охлаждения то есть сейчас мы видим что приставка у нас классно работает кулер работает тихо и сейчас мы посмотрим вот это у нас гран туризм игра вот 18 минут мы уже играем ездим туда-сюда вот видно у нас счетчик мотает времени значит ну и сейчас мы выйдем с игрушки посмотрим мультимейне какая у нас температура ну вот видно у нас температура кпу у нас 68 градусов а rsx 74 градуса довольно таки для для тяжелой игры вот все всем спасибо всем пока пока до новых встреч